Может ли Диметриус Джонсон быть сильнее Кейна Веласкеса? Совсем недавно Мышонок смог защитить пояс в бою против Тима Эллиота. В свою очередь Тим смог победить малоизвестного бойца, которого зовут Джейнс Пулвер. Пулвер проиграл всем топовым бойцам в организации WEC, но на раннем этапе карьеры смог победить Биджей Пэна. Пэн смог нокутировать Мэта Хьюза в 2010 году всего за 20 секунд. Хьюз сумел стать одним из двух бойцов, кто победил Сент-Пьера. Джордж, выступив на турнире UFC 129, смог успешно защитить титул против Джейка Шилдса. Шилдс, как и всегда, в своей не особо яркой манере ведения боя смог победить Йошихира Акаяму. Японец на юбилейном турнире UFC 100 раздельным решением победил Алана Берчера. Алан также раздельным решением победил Эда Хермана. Херман смог победить в далеком 2005 году Гловера Тейшейру. Гловер смог нокутировать во втором раунде Йоакима Фрейру, который в свою очередь сумел победить еще одного молодого и неопытного на тот момент Джуниора Дос Сантоса, который позже отнимет титул у Кейна Веласкеса. Вот такая вот интересная цепочка получилась. Это видео было просто информативным. Не стоит его воспринимать всерьез. В прошлом видео мы спросили, кто из бойцов UFC получил больше всего бонусов в этом промоушене. Это был Нейт Диас. Сегодня такой вопрос. Кто из бойцов UFC провел больше всего титульных поединков, которых насчитывается 15? Свои ответы оставляйте в комментариях, а правильные мы покажем в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok